Мы сегодня, всем привет еще раз, кто только присоединился и пропустил первый эфир. Сегодня у нас второй эфир в рамках бесплатного интенсива, который я делаю перед набором на курс. Все, о чем я буду сегодня говорить на практике, без воды, каких-то огромных разъяснений и так далее, мы это делаем все на курсе. У нас сегодня будет и теория, и практика. Хочу показать вам, надеюсь, будет все видно, очень надеюсь, показать мышцы. Ну, короче говоря, наглядно, немножко ликбез такой минимальный провести для того, чтобы вам было понятнее. Тема у нас сегодня это развитие данных, то есть, в частности, как улучшить выворотность, как сделать так, чтобы ножки у нас держались без рук, а даже развить шаг. Если вы не понимаете ни одного из этих терминов, вам просто, например, хочется шпагат, про это тоже буду говорить. Вот, как улучшить стопы. Короче говоря, очень актуальная информация для тех, особенно, кто уже занимается балетом. Но если вы не занимаетесь, а просто хотите улучшить гибкость, например, вам тоже будет полезно. Ну, поехали. В общем, вчера на эфире какие-то базовые вещи объясняла, запись еще сохранена. Если вы пропустили вчерашний эфир, посмотрите его, пожалуйста, в записи. Короче говоря, вся наша балетная история строится в основном вокруг тазобедренного сустава, связочного аппарата тазобедренного сустава. Я вам постоянно говорю про положение таза, про положение крестца. Что я имею в виду? Ну, наклон таза, да, понятно. Он, может быть, либо слишком наклонен вперед, либо в нейтральном положении. Ну, иногда наклонен назад, но это крайне редко. Анастасия, где ссылка на эфир? Эфир уже идет, он прямо в Телеграме. Помогите человеку в комментариях найти эфир, пожалуйста. Так, так вот, у обычного человечка среднестатистического все очень сильно зажато в спине внизу. Поэтому то, что мы с вами даже вчера делали, то, что в целом мы делаем в рамках тренировок, мы в первую очередь убираем вот эти все зажимы в нижнем отделе спины для того, чтобы у вас хоть немножечко начало там все двигаться. Во-первых, у вас, у большинства, слишком зажата подвздошно-поясничная мышца. То есть вот эти две мышцы, они, как правило, укорочены. Из-за этого идет у нас наклон таза вперед, он же гиперлордоз. Вот эти вот все штуки, про которые я уже говорила. Далее, чем мы выворачиваем ноги? Я сегодня, ну, точнее, мы будем с вами это на практике сегодня делать. Вот эти небольшие мышцы вокруг сустава, мышцы вращателя бедра, вот нам надо их включить. Поэтому, когда вам сводит что-то вокруг сустава, внутри, вот сводит именно вот эти мышцы. И если там сводит с непривычки, это хороший показатель, потому что это говорит о том... Так, вам, надеюсь, видно. Это говорит о том, что вы хотя бы поняли немножечко, чем крутить ноги. Так. То есть вот эта вот вся история. То есть у нас очень сильно работает ягодичная, да. Все, что под ягодичной, мы прям активно должны включать в работу. Далее, что подразумевается под фразой внутренние мышцы? Смотрите. Когда вы занимаетесь неправильно, у вас вся нагрузка идет в переднюю поверхность бедра. То есть, когда вы не дотягиваете коленки, у вас вот эта мышца все тащит на себе. У вас не работает как раз-таки наоборот все, что сзади, все, что нужно. Получается, из-за этого неправильно формируется линия. Наша задача – почувствовать вот эти все мышцы, которые с внутренней стороны. То есть тонкая, портняжная, приводящая. Вот эта вся история у нас работает. То есть вы должны чувствовать именно вот эти мышцы. Они, ну, передняя, она, естественно, участвует, но уже как бы просто неизбежно она включается в процессе. Но акцент у нас именно на вот эти мышцы, которые с внутренней поверхности бедра находятся. Вот. Соответственно, что я имею в виду, когда говорю вам, что сначала надо проработать на полу. О, класс. Так, так. А потом уже пытаться поднимать ноги стоя. И конкретно, например, если у вас не получается держать алисгон. У вас, смотрите, вот эти мышцы очень сложно почувствовать, когда вы взрослый человек и просто встали сразу к палке. Пытаетесь стоя это сделать. Очень тяжело и крайне маловероятно. То есть вы все равно начинаете вот тащить, опять же, все бедром. Эти мышцы просто слабые, поэтому их, ну, трудно. И плюс еще вы, скорее всего, ногу выводите четко в сторону, а не по той выворотности, которая у вас есть. Поэтому, когда мы на полу вот эту всю историю сначала прорабатываем, закачиваем, включаем эти мышцы в целом, мы вообще понимаем, что это такое, где они находятся и как их напрягать. Вы потом встаете к палке и делаете намного быстрее. И вот именно это мы как раз и делаем на курсе. Вот. Если кому-то кажется, что невозможно улучшить стопу, просто вот, пожалуйста, обратите внимание, что она у нас не монолитная, а состоит из множества костей, во-первых. Во-вторых, стопа у нас улучшается не за счет того, что вы в 40 лет куда-то кости себе выламывать пытаетесь, а за счет правильной координации. То есть, когда вы чувствуете именно, вы работаете именно голеностопом, вы работаете, чувствуете подъем, а не сжимаете пальцы, у вас меняется линия. Вот. Так, ну ладно, будем переходить к практике. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что-то было понятно из того, что я сейчас показала. Хотя бы немножко. Надеюсь, было. Элементарно. Эффективные и правильные занятия, они начинаются с понимания того, где у вас что в теле находится. Потому что если вы даже не знаете просто, где мышца-то какая, где чего, как ее напрячь, как можно говорить о каком-то понимании. То есть вам, конечно, можно объяснять там, почувствуй там что-то там внутри себя. Вот. Но, на мой взгляд, это не очень эффективно работает. Лучше, когда есть какие-то наглядные объяснения конкретные. Вчера мы с вами начали работать с верхом, разбирались с лопатками. Сегодня продолжаем. Я призываю вас делать вместе со мной. Если вы где-то сейчас в дороге не можете заниматься, сделайте потом записи. Мы переходим с вами на коврик. Сейчас сразу говорю, да, я не буду сейчас сидеть на объяснениях того, что мы целый час разбирали вчера, да, потому что это странно по меньшей мере. Вот. Буду уже потихонечку двигаться дальше и по ходу дела объяснять. Призываю вас делать вместе со мной, потому что если вы просто будете опять смотреться, очередной эфир, который вы просто посмотрели, ничего не сделали, это ни о чем. Мы начинаем так же, как вчера. Делаем коврик донка. Растягиваем. Максимально растягиваем спину, копчик опускаю вниз. Руками тянусь далеко вперед. Собственно, то, о чем я вам говорила 5 минут назад по поводу нижнего отдела спины. Переходим отсюда в планку, стоим. Проверяем опять, чтобы у нас не было прогиба. Долго не будем стоять, чуть-чуть. Пустили вниз. Повторяем то, что убрали вчера, чтобы вы хотя бы чуть-чуть разогрелись и могли вместе со мной какие-то вещи сделать, а не просто смотреть. Растягиваем, вытягиваемся вперед и наверх. Растягиваем позвоночник, удлиняем его. Перешли отсюда в планку. Вот касательно шага того же. Вот уже сейчас, если вы вот так делаете собаку мордой вниз и вот так делаете складочки, у вас не будет никакого шпагата и никакого шага, понимаете? Потому что надо работать со своей поясницей, со своей спиной, крестцовым отделом. Поэтому как нужно делать для того, чтобы что-то двигалось? Ноги лучше согнуть вначале, но выпрямить и повернуть таз. Да, вспоминайте. Только что мы с вами смотрели, как это все выглядит на уровне костей. Не так мы сейчас делаем, но мы пытаемся повернуть таз, пытаемся выпрямить спину. А ноги уже вытягиваем там по возможности. Резко не делаем, да? Опять перешли в планку. Снова опустили, опять не стянули себя. Закрылись. Еще раз проговариваю, да? Мы все, что, если вы сегодня первый раз, все, что мы делаем, вы делаете по своим ощущениям. Вы не делаете ничего через резкую боль. Вы не делаете ничего резко. Пожалуйста, аккуратно. Потому что я вас сейчас не вижу, не контролирую. Будьте внимательны к своему телу. Прогибаемся выше. В обе стороны как можно больше. Хорошо прогибаюсь. Хорошо скругляю. Поворачиваем таз, опять же. Пока вы не освободите спину. Можно сколько угодно тянуть шпагат, и ничего не будет. Никакого результата. Поэтому вот эти все вещи простые, они. Если вы делаете все в комплексе, они потом хорошо очень работают. Еще раз так же. Последний раз. Далее. Как вчера делаем кошечку. Если зажат у вас грудной отдел. Кифоз, сутулость вверху очень полезна. Локти прямые. На выдохе опускаюсь вниз. Отсюда переходим. Планка на локтях стоим. Опять же, не делаем прогиб. Если знаете, что вот вы в прогибе все время. Ходите, стоите, сидите. Подкручивайте немножко таз, чтобы ровно было. Нейтральное положение. Опустили. Положили руки под бедра. Ноги приподняли. Держим пятки вместе. Соединяю одну ногу с другой. Включаю. Чувствую крестец. Ягодичные задние поверхности бедра. Как раз таки. Руками себе немножко помогаем. Шею не зажимаю. Все свободно. Специально делаем невыворотно сейчас. Не надо там ноги никуда выкручивать. Соединяйте пятки. Потягивайте в длину. Делаем корзинку. Напоминаю, да, мы больше работаем ногами. Не заламываем спину в одном месте где-то, а стараемся ноги вытолкнуть сильнее. Голову вперед не тянем. Опять же, шея свободная. Все свободно. Потихонечку. Даже если у вас вот так сейчас это выглядит, и вы не можете ногу поднять наверх, просто пытайтесь напрячь ягодицу, вытолкнуть ее. То есть шаг назад, арабельский, все вот это. Вот. Оно, опять же, идет именно от свободы, насколько вы ногу можете при нейтральном положении таза отвести назад. Понятное дело, что он в какой-то момент начнет наклоняться, безусловно. Да, это невозможно физиологически поднять ногу назад, высоко при идеально ровном тазе. Но научиться ее отделять в тазобедренном при отведении назад, как бы изолировать, изолировать. Диссоциация бедра, это называется. Вот. Вот это важно. Для того, чтобы вы могли ногу поднимать, и при этом не ложиться корпусом сразу же вниз. Это мы тоже все делаем на курсе. Кому надо, welcome. Дальше мы с вами поворачиваемся на спину. Делаем перекаты. Если тонкий коврик у вас, аккуратно. Если какие-то были травмы, что-то с копчиком, тоже, пожалуйста, осторожно. Каждый позвонок проходим. Ничего не зажимаем. Свободно. Последний раз. Далее. Перед тем, как перейти к чему-то связанному с ромаркностью, нам обязательно нужно разогреть тазобедренные. И вообще, то, что мы сейчас будем делать, вот если у вас болит поясница, например, вам будет сильно легче после этого. Будем разворачивать бедра. Полный кружочек делаем. То есть плечо можно отрывать от пола, не страшно. Коленкой коснуться пола здесь. Максимально высоко к себе поднять. Максимально стараюсь раскрыть. Сразу, да, в прогиб не уходим. То есть, опять же, таз в нейтральном положении. Хорошо заворачиваюсь. Все это слитно. Большинство людей хрустит тазобедренный в этот момент. Если нет никаких болевых ощущений, просто есть какой-то звук, делайте просто помедленнее. Все это плавно, слитно. И еще это положение, в котором не будет этот переход такой резкий. То есть, пониже, повыше ногу. Обязательно. Не вот здесь вот делаем, не вот так, полсилы там что-то. Хорошо заворачиваюсь, хорошо раскрываю. Вот опять мы сейчас с вами это делаем. Это же все очень легко. Ничего сложного в этом нет. И вы вот с этого начинаете, и у вас начинает меняться тело. Не надо, не знаю, страдать, мучиться от боли, от хрипатуры и так далее. Это все, если вы делаете постепенно, намного проще. Высоко к себе поднимаю, максимально раскрываю до конца. Другую, да, ногу уже разворачиваю. Теперь в обратную сторону сгибаю выворотно, заворачиваю, опускаю. Как только начинает сгибаться нога, сразу коленку в пол. Максимально старайтесь раскрыть. И давайте другой ногой сразу колено раскрываю хорошо. Здесь хорошо растягиваю. Еще раз. Давайте последний. Так, дальше. Важный момент. Наверное, многие про это уже смотрели, читали, но, однако, я все равно повторюсь, потому что есть люди, которые в первый раз, вот, возможно, для кого-то все еще это будет новая информация. Когда вы приходите на какие-то занятия балетом, до сих пор почему-то встречается такая терминология, как нижняя выворотность. Я могу понять, что, возможно, подразумевают люди под словосочетанием нижняя выворотность в определенном контексте, если это люди грамотные, опять же, то есть под это можно подтянуть выработку линий именно в плане вот работы с подколенными, то есть, как бы это скорее вот про работу с мышцами, про работу с линиями. Но, кроме этого, есть еще какое-то совершенно вот это бредовое допотопное убеждение до сих пор о том, что есть какая-то нижняя выворотность и какая-то верхняя, и они, значит, существуют отдельно друг от друга. И кто же... Кто-то мне даже писал что-то типа, а что нельзя не требовать выворотности за счет столб. В общем, это прям полный трэш, про что я. У нас есть выворотность в забедренных суставах, насколько вы можете ноги развернуть. Дальше у нас идет звено следующее, это коленный сустав и голеностопный сустав. Когда вы приходите в балетный класс, вообще не проработали ничего на полу, вот просто пришли и вам говорят, мы, значит, в балете танцуем по первой позиции. Первая позиция у нас 180 градусов, поэтому, дорогая, пожалуйста, вставай на 180 градусов. У обычного человека, который не занимался, нет 180 градусов ротации, да, сустав не поворачивается так, это нормально. Получается, что вы бедра свои, точнее, вы стопы свои ставите на 180, как вас просит тетя Маша, педагог в балетной студии. В бедрах у вас, например, не 180, а 140. То есть получается, что вы ноги выкрутили, тут у вас физически она не поворачивается, то есть она завернута, коленка завернута, образуется завал на большой палец. Завал на большой палец у большинства людей, у нас есть плоскостопие, если вы еще заваливаетесь на большой палец, вы усугубляете свою плоскостопие. Вы начинаете делать плие, вы садитесь коленочками вперед, бедра у вас входят назад, вы наклоняете таз, потому что, опять же, невозможно анатомически просто сделать при нейтральном положении таза 180 градусов в бедре, если у вас оно не разворачивается на 180 в данный момент, понимаете? И получается, что вот просто от одного вот этого неправильного самого первого действия все идет вообще черти куда, абсолютно не в сторону балета, опять же. Из-за этого дальше мы двигаемся. Допустим, начали вы так заниматься, у вас травмируются коленки, вы делаете все в прогибе, вам педагог говорит, убери прогиб. А как вы его уберете, мне интересно, если вы делаете, опять же, неправильно. Вы переходите, например, к занятиям за одну руку у станка, начинаете там куда-то поднимать ноги, вы висите на палке, потому что вы не можете стоять на опорной ноге, опять же, потому что она у вас перекручена. Вы отходите от палки, вы вообще валитесь, и сразу ваша эта выворотность вся... И кто пробовал ножку в сторону открыть, честно поставив там опорную, вы, наверное, замечали, что ножку открыли в сторону и завернулись обратно. И как бы получается, что весь этот балет, это липа какая-то, когда вы так занимаетесь. Понимаете, о чем я? Вот. Поэтому, помимо того, что это травмоопасно в первую очередь, особенно если вы, не дай бог, еще скачете какие-нибудь прыжки и приземляетесь на одну ногу коленкой вперед, это может, например, порваться, там, вылететь в мениску, условно, связки какие-нибудь надорвать. Вот. Помимо того, что это травмоопасно, это просто неправильно, некрасиво, и, опять же, не ведет вас к результату. Поэтому переходим. Весь этот спич был к тому, что мы дальше делаем с вами практический тест. Как проверить свою выворотность, чтобы не перекручивать ноги из фонка? Мы уложимся с вами на спину. Ноги кладем в лягушку, стопы сокращаем на себя. Вот так в прогибе не лежим. Прижимаем спину максимально. Начинаете медленно ноги вытягивать из лягушки до первой позиции. Так, сейчас, чтобы поместиться как-то. Ведете, 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 ведете. В какой-то момент у вас начинает отрываться спина от пола. Ягодицы вы собираете, будет немножко расстояние, но не в прогибе. Иначе это все опять фейк, а не выворотность настоящая. Дотягиваем коленки. Вот алгоритм такой. Вы собрали ягодицы, таз в нейтральном положении, не в наклоне, поп не может быть расслабленный, ее надо собрать. Дотянули колени до предела. Не пристраивайтесь вот так, согнутыми коленочками, типа вот ваша выворотность. Вот вы так потом стоя и занимаетесь. Опять же, смысл какой в этом? Непонятно совершенно мне. Дотягивайте коленки, собирайте ягодицы, собирайте прогиб. И после этого начинаете ноги максимально разворачивать. Прямо максимально, насколько можете. И смотрите, какой у вас там угол. И скорее всего, большинство, если вы не схалтурили, нигде там не схитрили, вот какой-нибудь такой будет угол в бедрах. Это нормально. Это то же самое, как вот если бы мы вытягивали сидя. То же самое, если бы мы делали. Можете тоже себя проверить. Из лягушки вытягивайте медленно до первой позиции. Опять же, если вы не пристегнулись, вот так вот ни коленочки не пристегнули, вот так еще стопочки не сделали, у вас вот, наверное, будет как-то вот так. Это нормально. Это обычное, ну как бы обычное, исходное взрослого человека, который начинает заниматься балетом. Соответственно, что из этого вытекает? Возвращаемся теперь, точнее, не возвращаемся, а переходим к теме алисгона, фадажа и прочее. Если вы знаете, что у вас вот так в бедрах, то получается, что вы, когда встаете, вы встаете, вот, если бы это стоя было, вот ваша первая позиция, и ваше направление в сторону будет не четко в сторону, вот так, не выворотно пяткой назад, а оно будет по диагональке перед собой. То есть вот, да? И когда вы открываете, соответственно, возможностям вашего тазобедренного сустава, вы можете ногу вывернуть. И когда вы это делаете, вы стоите на опорной ноге, вам не надо никуда изгибаться, вы как бы чувствуете, где ваш центр тяжести, вы можете нормально найти эти внутренние мышцы, почувствовать их. И вы как нормальный человек стоите, занимаетесь, укрепляете правильные мышцы, потихонечку работаете на своей выворотности, у вас улучшаются данные. Все очень просто. Нет здесь вообще ничего, ничего такого, чем надо заниматься пять лет подряд, мучительно, значит, плакать на классе и так далее. Вот. И мы это все делаем как раз с помощью простых комплексов упражнений, которые вы повторяете каждый день, у вас выстраивается в голове какая-то последовательность, вы находите эти мышцы, потихонечку все укрепляется. Вот. Далее. У нас есть понятие квадрата, то есть плечи, бедра. Когда вы, опять же, из-за того, что у вас наклонен вперед таз, вы начинаете поднимать куда-нибудь ногу, вы валитесь на бок и невыворотно вот так делаете. То есть квадрат нарушен, теряется. Он должен, мы должны его сохранять. Что бы вы ни делали, да, то есть корпус у нас ровный. Понятное дело, там какие-то различные пордебраты, цивальные штуки, это уже на основе этого ровного корпуса делается все равно. Вещи, казалось бы, какие-то очевидные мне, но на самом деле, если мы посмотрим, опять же, что происходит на занятиях в студиях, чаще всего вот эти вот лежащие на боку арабески, в смысле, ализбоны и так далее. Далее. У нас есть понятие натяжения. Вот. Я сейчас это проговорю, потом мы с вами сделаем еще упражнение. Что такое натяжение и почему это важно? Вы, когда приходите на занятия в студию, вы, скорее всего, туда идете для того, чтобы было красиво, для того, чтобы либо сформировать красивые линии, например, подтянуть ноги, да, там хочется внутреннюю поверхность бедра подтянуть, там, может быть, уменьшить объем, просто, да, сформировать тело. И вот то, что дает красивые линии, это, опять же, правильная работа мышц определенных, да, то есть, опять же, балетная техника нормальная. Когда вы делаете все невыворотно и с недотянутыми ногами, у вас идет все напряжение в четырехглавую, в переднюю поверхность бедра, и ноги могут как бы увеличиваться в объеме, но они при этом не будут, ну, то есть, все наоборот, ноги увеличиваются в объеме, при этом они слабые, при этом это некрасиво, как бы, недотянутая стопа, недотянутая коленка и так далее. Опять же, надо начинать с того, чтобы элементарно вы понимали, как вытягивается колено, как вытягивается стопа. Большинство людей вот так вот вытягивают стопу. Ну, то есть, вот вам кажется, вы вытянули, там, зажали пальцы, вот у вас типа вытянутая стопа. На самом деле, вообще другие мышцы работают. То же самое, когда мы занимаемся на пуантах. То есть, у нас же в пуантах внутри у нас не, мы вот не на вот таких вот пальцах стоим поджатых, у нас как бы пальцы внутри прямые. То есть, получается, что мы как бы должны не вот это вот делать, скруглять пальчики, а вот просто даже, вы же видите, мышцы по-другому работают совсем. Опять же, я этому всему учу, на курсе. Кто придет, тот научится. Вот. Нативная интеграция. И когда у вас нормально работает, у вас, когда у вас правильная координация, у вас меняется как раз-таки линия. Вот простой, опять же, пример. Вот если вы сейчас просто сами надавите вот так себе на подъем, вот не на пальцы вот так надавите, а вот именно вот в области подъема, вот здесь надавите руками, у вас 100% у всех, какая бы ни была стопа, она немножко опустится вниз. То есть, вот, ну, как бы вот вы давите, у вас есть там какой-то запас. Вот что мы делаем? Мы за счет правильной работы мышц этот запас используем. Понятное дело, есть различные упражнения, там, разной степени, жести для развития стопы и там те, кто танцует профессионально, это все-таки немножко другая история, да, то есть я не пропагандирую людям, которые занимаются для себя и там исключительно для здоровья, делать какую-то прям, давать какую-то большую нагрузку в этом плане. Но даже в этом случае, если вы гармонично и растягиваете, и закачиваете, ничего с вашей стопой не будет. Потому что, опять же, балетная гимнастика, там и балет в дальнейшем, это не про разболтанные какие-то слабые суставы. Это очень большая работа мышцы, укрепление связок и при этом увеличение амплитуды. То есть суперкруто все, когда вы делаете правильно, без каких-то перекосов. Так вот, если вы поймете, как вытягивать стопу правильно, как найти вот эти мышцы, у вас изменится линия, крепче становится глинастоп, выше становятся полупальцы. Почему это важно, опять же, если вы, например, занимаетесь, хотите делать какие-то пируэты, у вас вот такой полупалец, вы на нем пытаетесь вращаться. Опять, центр тяжести, понимаете, куда он у нас уходит, куда-то мимо кассы, и вам приходится на глинастопе все это держать. А если вы развиваете стопу потихонечку, пытаетесь пятку поставить над пальцами, у вас уже как бы, ну, получается, что вы, ось свою и как бы вес тела, он приходится туда, куда должен. Понятное дело, что разные стопы у всех, у кого-то вот где-то здесь и будет предел. Ну, окей, все равно как бы можно с этим работать. Вот. Поэтому, возвращаясь к теме натяжения, пока вы не разберетесь, как вытягивается стопа, вы не научитесь просто на уровне тела вытягивать коленку, вы будете делать это все присогнутыми ногами, сключенными стопочками. Опять же, это не ведет к тому, чего вы хотите, к крытоте мышц, линии и там танца, например, если вас именно танец вдохновляет. Поэтому вся вот эта вот, казалось бы, рутина на полу, она очень важна, очень сильно важна. И это вообще первостепенная штука, которую, если вы освоите и начнете это дальше практиковать, у вас совсем другой будет вид. Потому что чаще всего на, ну, что как бы коробит глаз, когда смотришь на непрофессионалов. Чаще всего это вверх, да, руки зажатые, какие-то вот они непоставленные, плечи поднимаются, напряжение вверху лишнее. И стопы. Ну, как бы чаще всего вот какие-то вот такие стопы, и ты как бы сразу понимаешь, кто перед тобой. Ну, и там еще прогибы, естественно. И мне просто обидно, что люди ходят на занятия, ходят, платят деньги, тратят время, тратят силы и занимаются вот с этими ошибками. А их можно исправить. Мы это делаем. Поэтому, у кого эти ошибки есть, если вы себя узнали в описанных мною ситуациях, вот, пожалуйста, идите заниматься и получите результат хороший. Делаем дальше треугольник. Можете писать, сесть в треугольник и писать комментарий. Не поза лотоса. Ножки четко одна над другой. То есть стопа над коленкой. Скорее всего, у кого-то вот так это будет выглядеть. Это нормально. Руки вы ставите за поясницу. Старайтесь спину свою повернуть. Скорее всего, у вас это будет сейчас... Вот, возвращаясь к шпагатам, если вы вот сейчас сидите и у вас вот так отваливается спина назад, и вы прям не можете ее повернуть, значит, вам обязательно надо этим заниматься и увидите, насколько все будет двигаться быстрее. Вот если у вас сейчас коленка наверху, еще, возможно, эта нога тоже приподнята, спина сзади, ставите руки ближе к пояснице, поворачиваете таз, вытягиваете себя. Руки пробуем поднять наверх. Вот у вас падает спина назад, а вы должны ее пытаться поднять все равно. И максимально вытягиваю себя. Еще, скорее всего, у вас, опять же, вчера это разбирали, укороченная малая грудная, руки, они вот где-то здесь, и вам сложно их отвести, и даже просто поднять наверх, это нормально. Постепенно все это развивается. Вот, возвращаясь к балету, как можно сделать красиво третью позицию, если здесь все зажато, и вам, например, вы просто физически не можете раскрыть локти. Понимаете, вот если у вас просто стянуты мышцы, у вас вот такая третья, и вам педагог говорит, ты не стараешься, старайся больше. А куда вы, вот что надо, куда надо постараться, да, чтобы они куда-то там раскрылись, если просто мышцы стянуты. Это же, опять, вот не про тупое какое-то старание, что надо стоять и потеть, и стараться. Это про то, чтобы позаниматься, немножко освободить свой плечевой пояс, для того, чтобы у вас не было этого зажима, и вы могли свободно открывать локти в третьей позиции. Элементарно. Вот. Но надо это осознать хотя бы. Меняем другая нога. То же самое все. Сначала руки вниз ставим, вытягиваемся. Падает поясница, вы должны ее все равно поворачивать. Вытягиваемся максимально наверх. Зачем мы это делаем? Это упражнение очень помогает для того, чтобы улучшились шпагаты, улучшился шаг. То есть вам будет тянуть скорее всего сейчас вокруг забедренных суставов, кому-то, возможно, вот где-то еще с внешней стороны подколенную может ощущаться. Если бы мы продолжали эту линию, да, вот допустим, вот так у вас сейчас коленка, вот если бы мы это продолжали, у вас вот, это допустим, вот так вы ногу вперед открываете, да. Соответственно, чем ниже ваше колено, чем больше вы можете повернуть, тем будет выворотнее, будет легче поднимать ногу вперед. Вот поэтому это все очень хорошо работает. Далее. Так, далее. Давайте по поводу шага в сторону еще конкретного покажу. Так. отчаянные люди первого сентября пришли на эфир вечером все, у всех школа, школа, дела, начало осени, у нас болит. Значит, мы ложимся на бок, опорную ножку сгибаем, коленку убираем за себя. Это рука перед собой, выравнивается идеально в ровную линию и пытаетесь пятку повернуть максимально вперед. Не так, да, если так, то вот как бы и привет, какой резгон, когда вообще не те мышцы работают. Можете взять рукой, попытаться рукой вывернуть, там взять, если нога внизу где-то здесь, можно, за коленку не берем, можем выше, берем выше, пятку толкаем вперед. То есть максимально стараемся ногу в тазобедренную вкрутить, выравниваем. Вот если вы выровняете бедра вертикально, скорее всего, у вас нога выйдет вперед. Опять же, вспоминаем из-за того, что у нас выворотность в среднем вот такая взрослого человека. Поэтому ваша нога, если вы ровно стоите, она у вас будет перед собой, но она будет выворотная. И вот можете руку сейчас, допустим, выпрямить опорную, вывернуть ее и просто руку убрать. Опираюсь на нее и пытаюсь максимально вот это место толкаю вперед, ногу отвожу в сторону, пытаюсь почувствовать вот эти мышцы вращателя бедра как раз-таки. И медленно опускаю, раз, опускаю, два, три, четыре. И вот сейчас посмотрите, я почти уверена, что вы где-то вот там лежите. Это неправильно, да, должно быть ровно. Но поначалу такие ошибки, они практически у всех. С другой ноги пробуем. То же самое. Так, мы с вами уже 40 минут в эфире, между прочим. Так. То же самое. Сначала сгибаем опорную, убираем на одну линию с корпусом. Выворачиваем. Постарайтесь просто мышцами сначала вывернуть. Коленка до конца дотянута, сокращенная стопа не так вот как-то, да, сократить нормально. И опять не так, мы поднимаем, еще у вас, скорее всего, таз наклонен опять же вперед, то есть поворачиваем, ногу вкручиваю и стараюсь максимально повернуть. То есть пытаемся вот эту всю почувствовать, внутреннюю линию бедра. Рукой берем, выравниваем бедра. Самое главное, чтобы вот эта линия была ровно, вертикально, да, не проваливаем. Вот если вы так угол провалили, вы потом так же будете стоить. У палки все это делать. Как делаете лежа, так же потом это все и переходит. Убрали руку, давайте опорную вытянули, опорную пятку там выверните, она не может просто лежать расслабленная. И медленно опять опускаю, раз, и два. Если у кого-то вот здесь сведет вокруг сустава, внутри, это хорошо. Три, значит, что-то почувствовали. Четыре. Расслабили. То есть я сейчас вам просто какие-то основные ошибки ваши подсвечиваю, а что с этим делать, уже непосредственно мы целый месяц работаем над этим. Это что, главная система. Можно сколько угодно смотреть эфиры, разговаривать и думать, что вы занимаетесь, при этом вы занимаетесь два раза в неделю, неделю через неделю. Но пока вы каждый день не будете повторять. Но опять же, каждый день кого-то это пугает, кажется, что это сложно. Но мы-то делаем небольшие тренировки, понимаете, это не стрессовая какая-то нагрузка. Это можно совмещать, если вы даже вообще никогда не занимались просто со своим обычным режимом. Так, по поводу шага назад. Тут у нас какая история. Опять, вот просто даже на примере элементарном обычного выпада. Вот можно сделать выпад вот так, вывалить живот и вот так сидеть куда-то выпадать, очевидно. Но опять же, это как бы нам для балета ничего не дает. То, что я вам вначале говорила, нам нужно научиться изолировать отведение ноги назад. Опять, у нас есть таз, он должен быть в нейтральном положении, он должен наклоняться вперед. То есть, если вы ягодицу немножечко напрягли, начинайте уходить вниз, проверяете, чтобы у вас таз не наклонялся вперед, выравниваете все, вы в диагональ не уходите. И вот с этим, с этими всеми условиями потихонечку идете вниз на выдохе. Будет тянуть, естественно, переднюю поверхность бедра. И хотя бы, хотя бы пытаетесь собрать как-то серединку корпуса, чтобы он просто не был расслабленный. И потом есть еще ряд упражнений, которые нацелены именно для того, чтобы вы поняли как ногу отводить, чтобы при этом опять же не терять вертикально опорную. Это тоже все на уровне выработки силы в мышцах и все. Определенные какие-то вещи мы зажимы убираем, а мышцы укрепляем. С другой ноги также опять выровняли все. И это, по сути, уже половинка вашего продольного шпагата. То есть мы чаще всего мы не тянем шпагат шпагат шпагатом. Мы просто развиваем комплексно все тело и за счет этого у вас начинается прогресс в шпагатах. То есть не надо сидеть. Вот чаще всего как это выглядит? Вы, значит, пытаетесь сесть на шпагат и вот так вот раскорячиваетесь и вот так сидите. Бедра куда-то в диагональ ушли, значит, и вот что-то сидим, еще вот такая спина. И очень сильно стараемся три года и ничего не происходит. Вот это не работает. Работает то, что я вам вот второй день уже даю. То есть по-другому немножко. Когда вы целиком с телом работаете, у вас намного быстрее все продвигается. Так. Это я вам сказала. Будем потихонечку закругляться. Значит, еще раз. Кто сегодня был, смотрел, напишите, пожалуйста, в комменты, что вы взяли для себя полезного. Я уверена, что что-то точно взяли. Мы работаем месяц. Если вы хотите дальше продолжать, а многие продолжают там по полгода, кто-то больше, уходит, возвращается, каждый следующий месяц она уменьшается, там, то есть, второй меньше, третий еще меньше, соответственно, можно заниматься в долгую. Можно как бы прописать себе такую стратегию по прокачке своего тела или своих занятий балетом, например, и прям двигаться поэтапно от самого простого к более сложным вещам. То есть, в курсе есть и подготовка к станку, проработка данных, уже какие-то подводящие упражнения стоя, позиции рук, в общем, много всего. Вот. Но самое главное, что это, опять же, возможность индивидуально все свои моменты разобрать. Кто вообще новичок с нуля? Вот. Я вас умоляю, не бойтесь и просто придите. Будет хорошо, и вы не пожалеете. То есть, если вам кажется, что вы слишком негибкая, надо что-то сначала самой поделать, а потом еще самой еще что-то с собой поделать, еще, еще, еще. Короче, вот эта вечная прокрастинация. Мне абсолютно, как сказать, я в этой ситуации за вас. То есть, если вы супердерево, по вашему мнению, у вас там, не знаю, лишний вес, вам стыд на себя фотографировать, что-нибудь еще в таком духе, это все полное ерунда. Мне чем сложнее, тем интереснее, по большому счету, поэтому смело вписывайтесь и будем работать. Вот. По сути, что надо, вы начинаете, вписывайтесь в курс, и вы начинаете заниматься каждый день по чуть-чуть. Все остальное уже технические всякие штуки, они работают, это не так интересно. Вы можете, если вам интересно, прочитать это, опять же, на сайте. Все. Всем хорошего вечера. Пишите комменты. обняла, поцеловала. Пока-пока. Зовите подружек и друзей, сутулах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok